Добрый вечер, дорогие зрители, добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире Измайловский парк. Солнышко, тепло, а жена зануда всё, нудит и нудит. Вынеси ёлку на помойку, вынеси ёлку на помойку. Это анекдот старый, всем вам известный. Я хочу посвятить сегодняшнюю передачу Измайловский парк юмористам и юмору. Итак, начнём. Если бы меня спросили, какой юмор мне нравится больше, я бы вам ответил. Мне нравится юмор самых островных людей нашей страны, которых я, как мне кажется, большинство знаю. Но не тот юмор, который вы можете увидеть по телевидению или прочитать в их книгах, а тот юмор, который у них случается в жизни. Вот я начну, знаете, совсем издалека. Был такой замечательный писатель Александр Дюма. И однажды он участвовал в одной странной дуэли. Они все в этой компании бросали жребий. И кому жребий выпадал, тот уходил в соседнюю комнату и стрелялся там. И жребий выпал именно Александру Дюма. Он ушёл в соседнюю комнату. Там раздался выстрел. Через некоторое время Дюма вышел в эту комнату и сказал, я промахнулся. Мне кажется, что это очень хороший юмор. Ещё, значит, уже ближе к нам. Ну, наверное, вы все видели фильм «Мимино». Но не знаю, заметили вы или нет, но там есть один эпизод, как в лифте, в гостинице России едут четыре человека. Во-первых, это Буба Кикабиза, то есть герой его. И Фрунзик Макртычан, ну, естественно, герой его. И два японца, и два японца, ну, они мало похожи друг на друга, да? Фрунзик Макртычан и Буба Кикабидзе. И два японца, глядя на них, один другому говорит. И как только эти русские различают друг друга. Я считаю, что это просто шедевр. Следующий персонаж у меня — Жванецкий. Ну, вы все знаете, как Жванецкий шутит раз в месяц по телевидению, дежурный по стране. И, может быть, на концертах видели, видели его номера потрясающие. А я расскажу вам в жизни, что было. Значит, однажды Жванецкий пришел домой, поздно ночью, не стал будить жену, не стал включать свет. Разделся, лег в постель, жена проснулся и сказала, «Миша, это ты?» Снималась когда-то передача «Вокруг смеха». Это была единственная передача, малистическая, настоящая. В течение всех 80-х годов эта передача шла. Ведущий был пародист, высокий, худой такой, очень смешной пародист, Саша Иванов. Мы сидели на съемке, и Саша Иванов вошел в артистическую комнату, а вошел он в красном пиджаке. И Жванецкий, увидев этот красный, алый пиджак, сказал, «Саша, такое впечатление, что ты с флагштока упал». Теперь человек, которого вы все наверняка знаете, Аркадий Михайлович Арканов. Он уникальный, остроумный человек, несмотря на то, что он такой угрюмый вроде внешний, но вообще это он внешний, угрюмый так, для посторонних. Для своих он очень веселый и остроумный человек. Я могу привести множество разных случаев, связанных с ним, но я вот приведу один. Мы в Одессе выступали, в филармонии. Была такая форма устного журнала, все сидели за столом. Сидел Варлен Львович Стронгин с носом таким, что когда поворачивался ветер, проходил по залу. Сидел, значит, Юрий Самсонович Волович. Сидел, значит, Леон Измайлов, между прочим, Леон Моисеевич. Сидел Аркадий Михайлович Арканов. На самом деле фамилия Штейнбок. Единственный нормальный человек среди нас был, это Александр Иванов. И приходит записка Арканову, который вел весь этот вечер. Скажите, это у вас настоящие фамилии или псевдонимы? И Аркадий сразу в лед ответил, у всех настоящие, только у Иванова псевдоним. Однажды Арканов встретил художника, которому было тогда 103 года. Это Борис Ефимов, известный карикутурист. Значит, они встретились, он сказал, Аркашенька, я тебя приглашаю на свое 105-летие, если ты, конечно, доживешь. Я думаю, что Арканов это сам придумал. Ну, еще один человек, про который я хотел рассказать вам, это поэт, которого вы все знаете, песни его поют уже 40 лет. Это Михаил Танич. И вот он был еще очень остроумным человеком. Когда-то он, значит, прислал мне на день рождения, на котором он не смог присутствовать, телеграмму. Дорогой Леон, ты вступил в такой интересный мужской возраст, когда еще чего-то хочется, но уже не так стыдно, когда ничего не получается. Еще один персонаж моей коллекции, это Юрий Владимирович Никулин. Совершенно уникальный человек. Конечно, как он рассказывал анекдоты, так никто никогда не рассказывает. Я не знаю, скоро ли кто-нибудь будет рассказывать. Жена утром в 5 утра проснулась, пошла в кладовку, изрезала сапоги резиновые ножницами, преломила через коленку удочки, взяла рюкзак, все это выкинула с балкона, пошла в спальню, легла в постель и прижалась щекой к плечу мужа. Жить ей оставалось не больше часа. Но кроме того, что он очень хорошо рассказывал анекдоты, он еще потрясающий юмор сам был человек. Вот мне рассказывала Людмила Марковна Гурченко, как они снимались в фильме «20 дней без войны». Вы помните, это фильм про войну, они снимались в старом вагоне, довоенном таком, с разбитыми стеклами, дело было осенью, холодно было очень. А у них была сцена, Никулин обнимает Гурченко, она говорит ему, какие у тебя сильные руки. И вдруг Юрий Владимирович ни с того ни с сего говорит, это ты еще ноги мои сейчас не видела. У нас дачный сезон. У многих из нас есть дачи. Дача, если перефразировать песню Олега Митяева, то дача это маленькая жизнь для большого количества людей. Один наш автор, я считаю, что это один из самых лучших авторов в нашей стране. И могу сказать, что это наш автор Измайловского парка, Сергей Дроботенко написал мини-рок-оперу под названием «Дачники». Ну а исполнят эту рок-оперу его друзья-рокеры и, естественно, сам Сергей Дроботенко. Итак, встречайте, Сергей Дроботенко и рок-группа! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как только встретит мать страна На дачи едут люди снова Ну ладно бы там из Ростова Пусть верит даже в Оркута К живым оттуда не уйдешь К земле там люди привыкают Клубнику старики сажают Сажает печень молодежь На дачу Ушли все на дачу На дачу, е-е-е Мешок рассады и маринады И муж придачу Особый к мужику подход Мужик ведет себя лениво Лишь после трех бутылок пива Пойдет он на город На даче На даче Яйцо снесет Что такое Камаз утра Это то, что днем нас ждет Эй, дачник, к позам будь готов Утром Гасает И уже с чьей-то легкой руки Кура слеп и парей Отцветают И все чаще тревожит лопух Хоть и делает вид, что здоров И козлят И козлятник кисистый опух Не дождется видать холодов Дорогие мои сорняки Дайте я борщик покорщую И сам бродишь, что у реки Мы еще Мы еще Побоюем Был обычный теплый август А вечер Я на грядках был в дурном настроении У соседей на участке навстречу Появилось дачное привидение Про нее вам не расскажет учебник Не найдет художник лучше натуру Может быть, какой-то добрый волшебник Оживил на даче пугало с дуру Она прошла, как эскаватор Затоптала морковь И под ногами застонала земля Я разогнулся посмотреть Не разогнулась ли она Чтоб посмотреть, а не загнулся ли я Я простой деревенский команд Ты подаришь сегодня свою мне любовь Я как муж, я такой же кошмар Я ведь так же, как он Буду пить твою кровь Я хочу пить с тобой И я хочу пить с тобой И мы будем с тобой В комнате с белым потолком Со следами крови В комнате с видом на сарай С верою в любовь Живет старик в поселке Он известен как Егорыч Такого обожанье женщин Не знал даже Олен Делоныч Они его богатворили Хотя ему немало лет Вы спросите, откуда порох На грядках был его секрет Он сажал не тыкву И не лук порей Он сажал лишь только Сидерей 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 Нравится мне Нравится мне Когда ты голая По участку ходишь И несомненно заводишь Нравится мне Ты на гишон загораешь Соседей всех возмущаешь Это нравится мне Нравится мне Как из клубники наносишь маску Мурту вгоняешь в краску Ну нравится мне Нравится им Как в этой маске Пугают прохожих Своей пунцовой рожей В окне Плевать, что соседи звереют А помидоры От смущения краснеют И мне Никого здесь не надо Лишь бы ты ходила Голая рядом Снойный день Под холодный Бросаешь Когда ты голая Укроп забираешь А люди глупые Живут и не знают Что огурцы из-за тебя Без три вырастают Сатана правит бал Бирз катушек сорвался Но укажет нам путь Свет далекой звезды Снова рубль упал Доллар снова поднялся Только дачникам в России Это все равно А нам все равно А нам все равно Пусть кончаются Где-то нефть и газ Самые шутки час Шесть соток у нас Это главный наш Золотой запас Шесть соток у нас Ум Субтитры создавал DimaTorzok Рок-группа Соло-лопата Сергей Дроватенко Лопата-бас Александр Розеров Барабанные ведра Юрий Евдокулин И Светлана Рожкова Голая Следующий артист у нас просто уникальный Уникальный артист Начинает даже с фразы Которую он мне сам сказал Не я ему предложил, а он мне сказал Фраза такая интересная Даже если вас съели У вас все равно есть два выхода Значит скажу вам честно, что я бы мог очень долго рассказывать об этом артисте Но просто в рамках концерта нашего ограниченного временем это просто невозможно А о любви зрительской я говорить даже не буду Знаете почему? Потому что вы сами это скажете своими аплодисментами Как только я объявлю народный артист России Евгений Петросян Доченька, алло, доченька не волнуйся Я тебе из больницы звоню Шел по улице, упал, споткнулся Очнулся в больнице, нога в гипсе Вот мест, правда, у них свободных не было Они меня положили в родильное отделение Не волнуйся, здесь все хорошо Коллектив женский, мата почти не слышно Недавно врач приходил Да, сообщил, что я скоро рожу Главное, сел мне на постель и спрашивает Что у вас болит? Я говорю, нога, на которую вы сели Это родом не помеха А вот грудь у вас маленькая Будут проблемы с кормлением И начал почему-то мне живот щупать Щупал, щупал О! Плод прошупывается По-моему, мальчик Я, какой еще мальчик? Это ключи от квартиры Может, вы мне все-таки ногу посмотрите А вы что, здесь в футбол собираетесь играть? И чтобы я не волновался, посоветовал мне считать до тысячи Доченька, я уже до миллиона досчитал Все равно боюсь рожать Нет, УЗИ у них нету Они определяют по-другому Если кому сестра-хозяйка дает синий халат Значит, мальчик Если розовый, значит, девочка У меня доченька зеленый Кто идиот? Врач? Нет, он хороший Он сказал роженицам, чтобы все брали с меня пример Да, во-первых, я не курю А во-вторых, ко мне мужики на свидание не приходят А то стоят целыми днями под окнами Орут Валя, Зина, Нина Вчера один весь день Таня кричал Таня! А у нас никакой Тани нет Ну невозможно было это слышать Пришлось самому к нему выглянуть Ну чего тебе? Он ошалел Танька! Что они с тобой сделали? Я говорю, если любишь, привыкнешь Сегодня опять, между прочим, врач приходил Да Спросил Ну как, собираетесь рожать? Я, конечно Воды уже отошли Что там? Потом главный пришел этот Врач главный О, такой солидный Тоже начал меня щупать Щупал, щупал Беременность протекает нормально Я говорю, вы не там щупаете Я на животе лежу Доченька, в общем, если мне не удаст их убедить В том, что я мужчина, готовься Скоро у тебя будет братик или сестричка Или и то, и другое Потому что наша медицина Впереди планеты все Нам людям взрослым Конечно, трудно понять Всякие молодежные прибамбасы Всякие их пирсинги Всякие их там танцы Развлекаловки Но, что сказать Вот, например, семья одна Обсуждает свою дочку Отец говорит Да что ж такое? Что она такое носит? Прям эти пирсинги Кольцо в носу Прям как папуасы Жена говорит А не скажи Знаешь, как хорошо поднимать за кольцо Утром в школу Именно об этих молодежных прибамбасах И рассказывает нам Непревзойденная Елена Воробей Извиняюсь Извиняюсь Завелся Хай, пипл Хэллоу, эврибади Ее О, четко и коротко По делу сказал Меня все поняли И всегда понимаю Все, кроме моих родителей Они у меня вообще дикие От жизни отстали Ну неужели трудно понять Что за окном 21 век Живем быстро Ха-ха-ха Говорим сокращенно Не мобильный телефон А Мобила Правильно? Не компьютер А Комп Не клавиатура От компьютера А Клава Правильно, Клава Не день рождения А днюха И не персональный компьютер А письюк Нормально А что вы тоже Не знали что ли? О, и мои родители Предки Не знали Так из-за этого Я чуть чертой Раньше времени не стал Я сейчас расскажу Историю Это неделю назад У меня днюха была Ну день рождения Вы поняли, да? Ко мне ботинок подходит Ну в смысле батя И говорит Сына Чего тебе подарить На день рождения? Мы с мамкой Уже голову сломали Хотим такой подарок Тебе сделать Чтоб понравился На все сто Я говорю честно И откровенно Говорю Батя Все очевидно Хочу новый письюк А я тогда не понял Че это он побледнел Побледнел и спросил Я не понял сына А со старым че? Я честно ответил Говорю Батя Все очевидно Старый Накрылся Он говорит Сына Почему так рано Я говорю Батя Ты нормальный Все очевидно Че значит рано Я его нормально Ушатал Я говорю Ты ж подумай Я же с ним Сутками Не расставался Я реально Бывало Вот я первым делом Проснулся Сразу Клаву в руки И Ага Пошла работа Он говорит Так 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 Значит работа Все таки была Я говорю Естественно была Он мне только что Не дымился Он говорит Подошел Так обнял меня Говорит Сына Давай как мужик Мужику рассказывай Что с потом Случилось Я говорю Батя Да все очевидно Я стал замечать Что Время От времени Он стал зависать Перегреваться Стал в рабочем Состоянии Скорость Стала падать Я главное Работаю Чувствую Что мне неудобно Смотрю Батя Испаренный Покрылся Че то Заморгал Так быстро Быстро Я говорю Сынок Может прежде чем Новый Аппарат Тебе брать Попробуем Старый В порядок Провести Я говорю Батя Ты что думаешь Что я лох Я как только Понял Что с аппаратом Начались проблемы Я сразу Метнулся К специалистам Они посмотрели Глаза На лоб Полезли Говорят Слышь Ты пацан Ты где У него Столько Вирусов Нахапал Я говорю Где Дед Мало Ли Идея Говорит Короче Реанимировать Бесполезно Говорит Батя Если хотите Сделать Подарок То только Брать Новый Хороший Аппарат Говорит Батя Ну ты не переживай Я понимаю Что хорошая Машина Стоит дорого И тут Мой батя Вообще Выдал Корку Говорит Сына Если надо Мы с мамкой Хату продадим Но будешь Ты с нормальным Рабочим Аппаратом Потому что Мы хотим Еще детей Твоих Значит Внуков Наших На руках Понячих Я говорю Батя Да мы так Персональный Компьютер Называем Не Нормально Я собственно Чего вышел То Пацаны Я предлагаю Скинуться Рублей по 5 Там 10 Чири Четверточок Соточку И выпустить Срочно Словарь современных Молодежных терминов Тлетчайник То есть Для родителей А то Не дай бог С такую историю Как я Попадете Спасибо Вот артист Теперь он народный Артист Он автор Двух Неформальных Гимнов Москвы И Офицеров Но Когда-то Он был Такой веселый Такой заводной Такой он все время Разыгрывал Он все время Как-то Он такой Просто какой-то Шухарной Был можно сказать Но я вам хочу Сказать Что юмора Своего Он не потерял Народный артист России Олег Газманов Олег Газманов И группа Эскадрон Вот дорогие друзья Сейчас выйдет сюда Артист И он же автор Автор того Что он исполняет Это он раньше Писал разным артистам Потом понял Что лучше писать себе Никто не испортит Ничего никто не выкинет Ничего не переделает Я просто расскажу вам Одну такую Его шутку Вы знаете Когда приходят Куда-нибудь на юбилей И говорят там Поздравляют с днем рождения Да По-английски это Звучит Happy birthday Да Правильно я говорю Так вот Этот вот Автор И артист Ухитрился Объединить Оба этих Понятия Два варианта Он объединил В один Он пришел ко мне На день рождения И сказал Разрешите вас Обхэппи бездить Сказал он мне Итак Встречайте Сергей Дроботенко Нынешний год Друзья Он очень спортивный Вот на спортивную тему И хотелось бы показать вам номер Примера которого состоится сейчас Называется он Жертва фитнеса Многие спрашивают Какая сволочь виновата в том Что у нас с футболом Такая беда Мне кажется Эта сволочь Живет у меня в квартире В квартире кроме меня Живут еще два любимых существа Жена И туроператор Туроператором я называю Любимую тещу Потому что всякий раз Когда мы с ней случайно пересекаемся У нее возникает Дикое желание Меня куда-то послать Отношения с тещей у нас Очень уважительные Очень Она любит повторять В семье Последнее слово Всегда должно быть за мужчиной И это слово Слушаюсь Мы обращаемся друг к другу Только по имени-отчеству Правда Отчество все время разное Бывало говорю ей Доброе утро Зоя Заразовна Она Да какое там доброе Когда вы рядом Сергей Балбесович Я вот думаю Что вам на день рождения подарить А подарю-ка я вам Плиту Как приятно Сергей Скотинович Какую плиту Электрическую Ну что вы Для вас это мелко Мраморную Кстати Каждое утро Теща начинает со слов Ой, деточки Я же скоро умру Я однажды не выдержал Крикнул Сколько можно обещать Однажды Теща по телевизору Услышала Что оказывается При помощи фитнеса Можно легко похудеть Не выходя из дому Как назло На полу Лежала вся моя жизнь Раскрытый ноутбук Почему она решила Что это весы Услышав под собой Хруст осколков Теща вынесла приговор Нам всем Будем худеть Я навсегда запомнил Этот черный день Начинался кубок чемпионов Бавария ЦСКА У телевизора сидели двое Я и Вобла Не успел я поцеловать В засос пивное горлышко Как дверь в комнату Распахнулась На пороге показалась Теща И видок у нее был такой Что Вобла Сдохла во второй раз Сверху Блестел топик На босу грудь Снизу краслили лосины С портретом Ван Дамма Правда на бедрах тещи Ван Дамм больше был похож На таджикского строителя У меня такое чувство Что футболисты ЦСКА Через экран телевизора Это тоже увидели Поэтому в шоке Пропустили первый гол Как известно Перед тренировкой Мышцы необходимо разогреть Теща поняла это по-своему И лихо сушила бутылочку С пятизвездочным коньяком После чего закружилась В дьявольском танго Я только успел подумать Так вот вы какие Танцы со звездами Дальше Начались съемки Фильма ужасов Теща села в позу лотоса ЦСКА пропустила второй гол Но когда она лихо закинула Обе ноги себе за голову Впервые в истории Бавария и ЦСКА Убежали на перерыв Раньше свистка арбитра Затем теща зловеще прошептала Сейчас уйду в астрал Я только успел добавить И помните Возвращаться плохая примена Не слушая меня Она продолжала Я должна открыть Кармические каналы И выпустить энергию ЦИ Я взмолился Выпускайте Только не громко А теща сидела в астрале На Ван Дамма Было страшно смотреть Тут по ее лицу Пробежала тревога Она поняла Что самостоятельно Вернуться к прежней жизни Я понял Пришла моя минута славы Не спеша допив пива Я сказал И снова здравствуйте Что, Зоя Шалавовна Окорочка затекли Ай-яй-яй Как у вас аура-то обвисла Теща поняла Помощи не будет Со звериным рыком Сделала кувырок И вернулась В исходное положение Дальше пришел Апокалипсис Она надела Обруч И стала Вращать его С таким рвением Не дай вам Бог Увидеть эту картину Грудь По топикам Хлестала Тещу По лопаткам Только успел подумать Если от нее сейчас Что-то отлетит Топик не спасет Теща увеличил амплитуду Ван Дамм зажмурился А ЦСКА проиграла в сухую И вы еще спрашиваете Кто виноват Что у нас с футболом беда Но выход есть На 8 марта Я подарил Любимой теще Билет в Бразилию В один конец В лодке С Федором Конюховым Конечно Федю жаль Столько прошел И такая нелепая смерть Но ради престижа страны Оле 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 Сергей Дроватенко Сейчас будет автор и исполнитель Из солнечного города Кисловодска Но вы его все уже давно знаете Потому что он все время снимается И в Юрмале И в Измайловском парке И в Смеяться разрешается У него очень такая насыщенная жизнь была Ну у каждого писателя должна быть такая насыщенная жизнь Он работал и военным переводчиком За границей Он работал освобожденным комсомольским секретарем И вот с тех пор он уже стал юмористом А образчики его творчества У него множество монологов И исполняют самые лучшие артисты Но я просто вот две фразы вам скажу Просто на память У него например было Не бывает двух одинаковых женщин Как не бывает двух одинаковых крокодилов Это первая у него фраза А вторая Брак это когда один человек всегда прав А второй всегда муж Муж своей жены Алексей Цапик Спасибо вам большущая Вы знаете Бывают в нашей жизни удивительные фразы Когда одна женщина решила похудеть И у себя над кроватью повесила плакат Завтра заканчиваю жрать И каждый день просыпается счастливая Потому что завтра Галя Сидорова почему решила похудеть Стала вылазить из маршрутки Ноги из маршрутки вынула Голову руки вынула А остальное в дверь не вылазит Завтра заканчивая Галя стала дергаться И протащила маршрутку на себе Метров двадцать Водитель Узбек оглянулся Ему показалось Что в салон лезет что-то большое и страшное Он заорал Ай пришел бабай И выпрыгнул в окно А ночью что было Галя у себя на кухне Сидела и хлебала холодный борщ Прямо из кастрюли Не вынимая ее из холодильника Тут заходит муж Включает свет А Галя начала метаться по кухне И кричит Это не я ем Это не я ем Ну муж испугался Долго матерился в спальне Галя надела эротическое белье Пошла загладить вину Миша к тому времени задремал Открыл глаза Увидел в темноте над собой Галю И закричал Не ешь меня жирное чудовище А утром сказал Галь ты у меня прям жрица Она говорит жрица любви Не не просто жрица Жрешь много Последним толчком послужила фраза из одного французского романа Тело у женщины должно быть таким Чтоб душе не захотелось его покидать Утром Галя привела домой сварщика И за бутылку водки он заварил дверку холодильника Потом купила платье 36 размера и повесила над холодильником Чтоб было к чему стремиться Утром она сделала три наклона И спросила Миша у меня животик еще виднеется Миша честно сказал Галь у тебя кроме пуза вообще ничего не виднеется И Галя заплакала Миша ну я ж теперь ем палочками как китайцы Галь не обманывай себя Ты палочками нагребаешь больше чем шуфельной лопатой Через неделю Галя сообщила Что можно похудеть при помощи холода Три сеанса холода всего 50 тысяч Миша подумал и сказал Галь совершенно бесплатно Можешь постоять во дворе вместо снеговика Никто не отличит Ведро и морковку я тебе обеспечу И всего за две бутылки водки Через неделю Галя пришла счастливая Вот нашла новую формулу расчета веса Я посчитала Не такая я уж и толстая Миша проверял Галины расчеты минут 40 Потом сказал Галя две новости Сначала плохая С математикой у тебя катастрофа Галя спрашивает Ты хорошая Галь с таким весом Рост у тебя Должен быть 6 метров 43 сантиметра Через день Галя сказала Все, начинаю пить зеленый кофе Можно скинуть 5 килограмм в неделю Миша говорит Галь, у нас один на работе поел зеленой колбасы За два дня скинул 25 килограмм При этом муж Миша и кот Додик Ехидно захихикали И были тут же посажены на диету Через неделю Галя вдруг закричала Миша, нашла Супер диета Называется Монте-Карло Жир рассосется моментально Если есть только черную икру И запивать ее шампанским Мадам Клико Как ты на это смотришь? Миша ласково погладил Галю по голове Родная, это очень опасная для здоровья диета От нее у тебя может морда тряснуть И тут позвонила дочка И сказала, что они с мужем купили путевку в Грецию И хотят оставить им трехлетних близнецов Костю и Ванечку И ровно на 10 дней Галя забыла про все свои диеты Потому что два трехлетних бандита в доме Это страшнее любого цунами На вокзале Галя встречала дочку с мужем Стройная-стройная Худая-худая И платье 36 размера Было ей даже чуточку великовато Единственное, что портило картину Галя постоянно зевала и на ходу засыпала Муж Миша посмотрел на жену Галю И в голове у меня закрутилась фраза Из одного русского романа Женщина должна выглядеть так Чтоб ее хотелось съесть, а не накормить Алексей Цапик Солнечный Кисловодск Спасибо Вот видите, у нас все чего-то сочиняют Но есть у нас на эстраде артисты легендарные Им ничего сочинять не надо Про них сам народ сочиняет Вот одна из этих легенд сейчас выйдет на сцену Сказать про нее, что она красивая Красивая, это значит ничего не сказать Она просто обворожительна Во всяком случае, на мой взгляд Вообще, конечно, при такой внешности Она могла бы и не петь Просто ходила бы в бассейне И этого было бы достаточно Как в анекдоте Только ходи, петь не надо, только ходи Но она еще и поет Причем хорошо поет Анна Семенович Встречайте Я так ждала Все верила Обещаниям Нежным словам Но твой айдюра Де нулю Как же я была не права До свидания Милое создание На прощанье Мой тебе поцелуй Ла-ла-ла-ла-ла-била Мисли в следы твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-ла-била Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз Ты обнимал и целовал О любви своей говорил Но мой пин-код уже не тот Счастье ты свое упустил До свидания Милое создание На прощанье Мой тебе поцелуй Ла-ла-ла-ла-била Мисли в следы твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-ла-била Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз До свидания Милое создание На прощанье Мой тебе поцелуй Ла-ла-ла-ла-била Мисли в следы твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-била Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных Ла-ла-ла-била Мисли в следы твои Думала, думала о любви Ла-ла-ла-ла-била Только ты ловила Не отрывал взгляда От моих прекрасных глаз КО-целуй в следы твои У этого артиста очень богатый послужной список У него и хобби, и профессия рассказывать анекдоты Он лучше всех из наших артистов рассказывает анекдоты Нет, он и монологи хорошо читает Но анекдоты все равно он рассказывает лучше Игорь Моменко Итак, два друга хорошенько выпили, легли отдыхать, на утро проснулись Один из них практически не умеет разговаривать У него жесточайшая засуха во рту У него там работает цементный завод Он очень хочет пить, аквариум выпил еще ночью Пытается обратиться к своему другу за помощью Пытается попросить у него попить Получается, естественно, очень плохо, потому что рот склеен Получается, что это такое Кока-кола Ай! Кока-кола Кока-кола Сейчас куплю Ушел в магазин, возвращается через два часа Этот сидит, получеловек, полуфабрикат Губы как сырые котлеты В страшном состоянии Увидел своего друга, воспрял надежду Наверное, принесли попить Ай, мама! Кока-кола! Валентина Кока-кола закончила Я купил тебе печенье Я вам так скажу Наша бригада комбайнеров делится на три части Пьющие Закодированные Ты не пьющие? Нет Закодированные Дважды Так вот, из закодированных Дважды я намолотил Больше всех И начальство Выдало мне Три путевки В Таиланд На меня На жену И на Лидию Сергеевну Мою тещу Теща заявила Что она поедет Обязательно Потому что Таиланд Это ее любимая Африканская страна Мечтаю, говорит Увидеть родину кенгуру Собрали две сумки Точно поменьше Все наши вещи 15 пачек макарон Точно побольше Тещин купальник Приехали в Таиланд Поселились в гостинице Поели тушенки с макаронами И пошли на обед А после обеда На пляж Там на пляже Отдыхающие Катались на надувном банане Когда мы с женой Сели на банан Инструктор сказал Что нужно подождать Еще шесть человек Для комплекта Тут к нам Присоединилась Теща Банан ушел Под воду Утащив за собой Катер Вместе с инструктором Акула напала На тещу Неожиданно Укус на спине Был такой огромный Что от полученных Ранений Акула тут же Ушла на дно Потом тещу Увлекло зрелище Когда катер Тащил парашютиста Ну Раздумывала А она недолго Три тайца В предвкушении Шоу Накинули на ее Могучие плечи Двойные кожаные ремни И сказали Гоу! Катер поехал Теща начала Разгон Снося на своем пути Замки из песка Зонтики И зазевавшуюся публику Подбежав к воде Она поджала ноги И пошла Над водой Набреющим Потопив при этом Два гидроцикла И три катамарана Когда теща Отдалилась от берега Народ на пляже Замер в ужасе Она неслась Прямо в борт Нефтеналивного Танкера Танкер Увидев угрозу Справа Дал тревожный Гудок Теща Видимо С испугу Дала Ответный И стала Набирать Высоту Она находилась Как раз Над танкером Когда стропы Парашюта Лопнули От верной гибели Танкер ушел На веслах На следующий день Мы поехали На сафари Когда мы проезжали Мимо бегемотов Я остолбенел Если б на них Была одежда Я подумал Что приехали Тещины Родственники Но шутить По этому поводу Не рискнул Где-то на пятом километре На нас напал Молодой бабуин И попытался Отобрать у тещи Корзинку с продуктами За что И был жестоко Наказа Она засунула Его голову Под мышку И пошла На удушающую Бабуин Тут же запросил Пощады И показал Тещи паспорт Гражданина Вьетнама Где-то на девятом Километре Мы увидели Огромного тигра Зверюга сидела Под деревом И что-то сжевала Гид сказал Кто не побоится Покормить зверюгу Колбасой Тот получит Шоколадку И достал Из бардачка Батон Вареной колбасы Через десять минут Тигр и Лидия Сергеевна Мирно обедали Сидя в тенечке Зверюга Как и положено Ела колбасу А тигр Шоколадку На следующий день Мы пошли В аквапарк Мы с женой Пошли на горку И пригласили С собой тещу Что оказалось Большой ошибкой Мы с супругой Съехали по желобу Влетели в трубу И вылетели В бассейн Сверху Послышался Звук Отъезжающего Локомотива В чудовищной Скорости Теща Влетела В трубу Но из трубы Не вылетела Она в ней Застряла Сзади Неумолимо Набиралась Вода Внизу Нервно Сглотнули Все Включая Чучело Муравьеда Тонарейка Крыльями Отодвинула Прутья клетки И побежала К выходу Забыв Что умеет Летать И тут Прорвало С криком Вот и я Теща Подобно Айсбергу Рухнула В бассейн Людей Смыло Волной Даже в фитнес Зале На втором Этаже Секунд Двадцать Теща Сидела В абсолютно Сухом Бассейне Пока Вода Вместе с людьми И тренажерами Не стекла Обратно Аквапарк Был закрыт По техническим Причинам На следующий день Мы пошли В тайский ресторан Там Подавали Море Продукты Мы Заказали Омаров Рядом С нами Омаров Ели немцы Помогая Себе Щипцами Лидия Сергеевна Положила Своего Омара На кусок Хлеба И съела Полностью Звук Был такой Как будто Кто-то В стиральной Машинке Полоскал Щебень Хозяин Ресторана Взял У тещи Автограф Когда подавали Черепаховый Суп Официант Спросил Вам Черепаху С панцирем Немец Сказал На ломаном Русском Если С панцирем Плачу Я Теща Ответила Если Платит он Черепаху Мож Даже Не Варить Сколько Бедная Черепаха Не упиралась Лапками В щеки Лидии Сергеевны Ее Это Не Спасло Нижняя Челюсть Немца Лежала На Тарелке Сознание Ресторана Попросил Тещу Расписаться У него На плече Чтоб Потом Сделать Из этого Татуировку Немец Заплатил За Все На Следующий День Мы пошли К океану Прощаться С Таиландом И бросили Две монетки На счастье Чтоб вернуться Сюда Опять Теща Кинула В океан Банку Тушенки И я понял Что теперь Мы вернемся В Таиланд По-любому Мне очень приятно Объявить Молодого Красивого Талантливого Он Закончил Музыкальное Училище И поэтому У него Абсолютный Слух И он Абсолютно Точно Делает Пародии На любых Певцов На любых Ну надо сказать Что и с юмором У него конечно Все в порядке Потому что в основном Он делает же Смешные пародии Но Мне например Понравилось Он мне рассказал За кулисами Такую историю На стадионе Дело было Один значит Мужчина Увидел мальчика И говорит Мальчик А где ты-то Достал Такой Дорогой Билет Сюда На этот Футбол Он говорит А мне папа купил А где папа А папа дома Ищет билет Встречайте его Андрей Баринов Я бы хотел Спародировать Звезд Зарубежной эстрады Под ваши бурные Аплодисменты Спасибо Друзья 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клава-дура, 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 вот, вот, если б Клау наша не была дурой, я бы не в жизни запомнил его, потом мышка, мышка серенькая такая, мышка, ей надо все время на задницу давить, да не беспокойся, ничего она не испачкает, да кто будет кусаться, Коляна, мышка плачмасовая, у ней замест хвостик проводок, там знаешь, сколько таких прибанбасов, о, а куда че подключать, че куда втыкать, там проводей, дырей, ой, слава богу мне, сусед-мальчонка, сусед-мальчонка, оказался программистер, Программистер, Коляновна, как тебе объяснить, ты знаешь, это такой небуйный сумасшедший с техническим уклоном Нет, тебе, говорю, тихо и смирно, сидит на одном месте, никуда не дергается, да не шастает, он никуда не по девкам Каким девкам? Он только к лаву дур кискает А показывать ему все помидор с маникюром Пришел, слышишь, и прям с порогу, прям с порогу мне говорит, сейчас я вас, бабулечка, отдравярую Но я сперва не поняла, про че он говорит, я говорю, сыночек, говорю, я свое отдравяровала, говорю Дрова, говорю, давно кончились, они шепки сыплются А он очечки на меня свои навел, говорит, поймите, я вас настроить должен Я говорю, пацан ты, пацан, последний настройщик у меня лет 30 назад был, наверное Ты представляешь, вот тебе и ох Я говорю, на всякий случай, говорю, не подходи Он говорит, отчего вы испугались, я ничего не сломаю Флешку только вопхну и все И в чумадан с мозгами тычет, там, мол, мать, мать там Мать-то оказывается, это материнская плата Нет, Коляна, не пособие многодетному Ты, ну, она в курсе, что такое мыло? Мыло, не хозяева и мыло, Коляна у нас Мыло, это я-мейл Я-мейл! По нем можно, знакомцы, переписываться с женихами в ентомнете Знаешь, чего я про себя написал на знакомство? Очаровательная блондинка в зеленой косынке Ноги от ушей, волосы без шеи И послала, как фотокарточки, не свою, не свою фотокарточку А я, ты, модные вешалки, как же ее сейчас вспомню Помидор, баклажан, перец Перец, Хилтон, во! Да, 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 бряхала, зато, знаешь, сколько? Мужуков отреагировал Один мне пишет, что инженер сам прикрепил фотокарточки у Алены Дилона Другой пишет, что моряк с печки бряк А сам прикрепил эту шипзик, вот эту, Ди Каприеву Ди Каприеву А третий пишет, что служит в ОМОНИ и прикрепил Боря Моясеева Ну-ка, Коляна, что нам стесняться? Давай к тебе и сделаем мылу Твою собственную, ты у нас будешь, Коляновна, собака Че ты обижаешься? В Ямел все собаки Да, вот такая всемирная псарня Значит, пароль у тебя будет склероз Чтоб ты не позабыла Давай, и че, про тебя сочиним и пошлем фотокарточку И ян-то это Ой, вон, два метра с губяками Как же Анжелка с мандолиной, что ли Анжелины Жоли, во Чего? Твою фотокарточку послать? Че, тебе женихов? Не жаль, Коляновна? Правдивой хочешь быть? Ну, давай поприкалываемся Напишем, как есть Коляновна Под 80 лет Вес 35 кг Хотить замуж Куды обратиться? Все, Коляновна Отправила Сейчас глянут на тебя, женихи Так была бы Анжелин Жоли А так будь Жоли с ручкой О, гляди-ка Вот что ян-тот нет творить, а? Ответ уже тебе пришел Кто же на тебя среагировал? Какой ж бешеный мужучонк-то Специалист по бульонам, наверное Че пишет, че пишет Сейчас почитаю Коляновне Которых хотите замуж Советую Ишь ты советуйте Он прям Обратиться Куды-куды Сама не разберу Какое-то двойное слово Обратиться Какую-то Кунтаса камеру Вот Ладно, голубь Давай обращайся Не упусти Свою счастье А я побегу Сусед-программистер В дверь скребется Видать вернулся За своим мобильником Светослав Ещенко За этой оперной дивой Я охотился много лет Я хотел пригласить ее Я ее приглашал В наш Измайловский парк Чтобы она погуляла По нашим аллеекам В нашем Измайловском парке Но ничего у меня не получалось Потому что Она все время была занята У нее концерты расписаны На несколько месяцев вперед А недавно я узнал Даже знаете что Что она Вместе с Повороте Выступала на сцене Метрополитен опера Это для меня Вообще просто что-то невероятное Я Хочу вам сказать Что она Красивая Умная Талантливая Юморная Вот это все В последний разговор Я ей сказал И поэтому она сегодня У нас здесь Любовь Казарновская Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как грозно, туманно, кругом Тосклив, безотратен мой путь Отрушив, безотратен мой путь Отрушив, кажется, сло Томит, безотратен мой путь Ямщик не гоми лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямщик не гоми лошадей Ямщик не гоми лошадей Как жажду средь мрачных равнин Измену забыть любовь Но память мой злой Ямщик не гоми лошадей Мне некуда больше спешить Ямщик не гоми лошадей Мне некуда больше спешить Ямщик не гоми лошадей Ямщик не гоми лошадей Ах ты, Рус моя, Русь птица тройка Куда летишь? Куда скачешь? Дай ответ! Нет, нет, нет Все было лишь ложь и обман Прощай, мечты, покой А боль незакрывшихся рак Останется вечно со мной Ямщик не гоми лошадей Мне некуда больше спешить Мне некуда больше любить Ямщик не гоми лошадей Ямщик не гоми лошадей Ямщик не гоми лошадей Артист, который выйдет сейчас на сцену Замечательный человек Его все любят Не только зрители его любят Но и артисты Это Карен Аванесян АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я себе телефон крутой купил СМАРТФОН Настоящий За 500 рублей Все же молодцы китайцы Аппарат супер Телевизор МП-3 Видеокамера Ну, правда, есть недостатки То СМС не отправляется То и ММС не на тот адрес уйдет Вот на день влюбленных Отправил жене Валентинку со словами Люблю, скучаю, не могу Так эта Валентинка пришла к моему начальнику Но все это мелочи Самое главное, что дозвониться с него невозможно Все времени туда попадаешь Вот я недавно с женой с тещей сильно поругался, психанул И решил себе участок земли купить Чтоб жить от всех отдельно Это пекинская погремушка Все перепутала И вместо Садового товарищества Я попал в ритуальную контору Говорю, алё, женщина Я хотел бы Участок земли купить Шесть соток Она говорит, а зачем вам столько? У нас участки два метра на метр восемьдесят А шесть соток это на сто пятьдесят мест Я говорю, не, мне на сто пятьдесят не надо, мне на одного Я с семьей поругался Они меня так достали, что скоро повешусь Хочу от всех скрыться На моём участке Ага, буду целыми днями лежать и отдыхать В моём маленьком деревянном домике Ну, главное, чтоб Соседи не шумные были Чтоб после одиннадцати не буянили Она говорит, да они до одиннадцати тихоньки Я говорю, ну это хорошо А вот чтоб речка была рядом Я вечерами буду выходить купаться Я не знаю, до чего бы я договорился Если б тёща меня из кухни не позвала Етёк, позвони поликлинику Запиши меня к хирургу, у меня ноги не ходят Ну, я стал звонить На этот раз попал на мебельную фабрику А я давно уже хотел кухню поменять И воспользовался моментом Говорю, девушка, а можно у вас новую кухню заказать? В этот момент тёща заходит в комнату Ну, она подумала, что я с врачом про неё говорю А я-то про нашу старую кухонную мебель Понимаете, говорю, девушка, наша-то уже совсем старая стала Да, вот как с женой сошлись, так она у нас и появилась Глаза уже на неё не глядят Так достало, что хотел её с девятого этажа выбросить Ну, всё перекошенное, дребезжит Всё скрипит, по бокам сдулась Сзади всё вываливается Труха из неё сыпется Ну, уже невозможно, просто хочу отвезти её на дачу Разрубить на части и сжечь Сзади Или отдам соседу Он из неё скворечников наделает Сзади И тут тёща как завопит Что наш кот, сидя в лотке Сходил мимо Сзади А недавно вообще такая глупая история произошла Даже рассказывать неудобно Ну, я хотел позвонить в магазин «Всё для дома» А попал в магазин «Интим» Я говорю, алё, я хотел бы у вас купить толкушку Сзади Только не пластмассовую или силиконовую, как сейчас делают А простую деревянную Сзади Продавец говорит, я тут три года работаю А про деревянные даже и не слышал Сзади Я говорю, ну это, наверное, потому что вы молодой А наше поколение пользовалось только деревянными Сзади И ещё мне нужна тёрка Морковку потереть Сзади И простая пластмассовая яйцерезка Сзади Она мне для хозяйства нужна Сзади Он говорит, а больше вам для хозяйства ничего не надо? Я говорю, как это ничего? Мне ещё нужна паяльная лампа щетину полить Сзади Плётка Чтоб тёлок гонять Сзади И щипцы Чтоб из кипятка яйца вытаскивать Сзади И тут он как на меня заорёт Говорит, папаша С такими запросами тебе нужно в камеру пыток, а не винти в магазин звонить Сзади Ну, короче, измучился я с этим телефоном, но и выбросить жалко и пользы никакой Сзади Вот я ему на день рождения этот китайфон и подарю Пусть теперь он с ним помучается Дорогие друзья, спасибо вам за внимание, за улыбки, за смех Приходите к нам ещё, будьте здоровы и счастливы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ